всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно будет enter и на ваших глазах мы сейчас будем обозревать карту коз мини 3 третья часть у нас уже подходит больше половины прошло коз 24 к по принципе очередная вырезка из карты из большой которую все вы можете поиграть она по-моему на сколько минуты найдет карта важны сколько сможешь от 15 и да и дальше ну да там рекорд получит около 12 в общем то опять же текстуры сети же skybox помененный у тебя включен skybox да включен классные такие девочке не штиповым космос все такое просто заберем эту карту потом на онлайн кап на космическую тему мы где-то в воздухе на над землей горы какие-то гипертрофированные большие как думаешь где-то как это место называть похоже на южную америку с высоты примерно самолетов не знаю вообще честно не скажу какие тут одни горы наверно значит что-то урал и тибет наш какой-нибудь я не стараюсь так и в математике ну так кто давай ты показывать у нас заброчит эти по три дня сутками не вылазит из дома даже еле его вытащил от обзор записать в общем появляемся мы на небольшом квадратике 64 на сколько или 31 32 и видим в принципе что нас ждет ноги путь наверх по столбам можно идти хоть лево хоть вправо тут принципе все дисплеем появится надо идти к центру потом залезаем еще наверх опять идем в бок в принципе карта полностью симметричны и можно начинать хоть там хоть здесь но здесь я так мимо а да в принципе без разницы здесь вниз и скорее всего можно оттуда разогнаться и примерно куда-то сюда наверно сразу упасть чтобы не прыгать по всем квадратам так это у нас фитер огонь лампочки там мы еще наверное попрыгаем это вот вот это вот не было это сам нос ну либо нос либо не знаю кто там где-то занимается и вот тут уже начинается главная опасность потому что ну я уже немножко прыгал и если туда падаешь то умираешь делать я этого не буду но то есть если вот засыпать на всякий случай а да вот если вы не аккуратны и вдруг упали к сожалению это гг но это благо еще только старт поэтому это не так критично тут опять мы поднимаемся наверх и вся карта будет судя по всему состоять вот из таких и ну-ка вы будет иметь такую структуру столбовидную квадратную по которой нужно будет постоянно прыгать так здесь я так понимаю можно разогнаться и вот вас сюда вверх долететь надо себе можно аккуратненько прыгать ну мы будем аккуратненько энтер будет там же жестить снова забираемся наверх 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 у нас опять наверх так я вот слабы никогда не видел типа тартура у меня никогда не получалось так и вы кстати уже относительно финиш это где-то там вот сама у нас просто место на карте наверно когда вот прямой пропрыгать отсюда сразу отсюда с вас сюда да можно 64 саму краешка можно здесь мы аккуратно поднимаемся нельзя ли там среду я 4 здесь у нас небольшой лабиринтик котором в принципе я я думаю что чтобы тут заблудиться надо быть знаю кем но блин я видел там дырки по 4 минуты то что если эти четыре минуты вот в этом лабиринте блуждали здесь в принципе тоже ничего сложного нету можно найти я думаю уроу с их поздно с тем же до сиркла начинаем допустим прыгать и как-то пить по определенным кубиком прыгать это не проблема опять наверх еще столб еще у нас прямые 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 я уже вижу этот светлый квадратик синенький который олицетворяет у нас финиш и несущность финиширует но я не пересек старт поэтому мне даже не написала что мне 4 интернет так проходит в общем то вот такая финишная платформа я его на самом деле сделал кусок может быть я бы обрезал может быть это вот там да допустим и продлил бы там кусок потому что насколько я помню там что-то интересненькое еще не было падение вниз и там телефон ну да там падение вниз полной телефонского ничего такого интересного заворот по моему там залогово все ну можно верно ну вот такая карта в принципе я вот ее наверно пришел за минуту за минуту данную это полторы полторы две может быть минуты очень медленно мне кажется может потому что 1 05 по моему все пьем у меня и так покажу как обычно сначала грязь нет вот промотт 0 в обеих физиках я могу сказать то что вы кудри мне эта карта прям вообще не понравилось особенно пару моментов во первых как здесь начинать в кудри но как мы видим можно направо можно налево прыгать мы залезаем наверх и начинаем прыгать вот так то есть в физике в кудри можно по этим кубиком прям подряд прыгать и в принципе нормально поднимается если стартовать не прямо с краешка вот где-то отсюда потому что если с краешка я буду опираться каждый раз в этот уголок в кубик так мы зажимаем прыжки прыгаем залезаем наверх здесь у нас кубики тоже мы на них поднимаемся наверх и здесь можно либо туда подниматься либо сюда я обычно поднимался сюда и потом 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 в общем проходил эта карта пройти вот это все большое место можно двумя способами тремя способ номер один это прыжок вниз и поднимаемся по этим кубиком но и прыгаем дальше обратно способ номер два кстати тут обувь нету способ номер два если 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 посмотрим вниз то мы видим букву г серьезно серьезно я просто так спросил потому что с этих кубиков там это об можно ловить до лужам так вот и мы видим букву г к сожалению это не джей это только г и к сожалению здесь очень большое расстояние и она прям об можно сделать но это сложно то есть по идее если очень хорошо хороший сделать циркал то долетается до самого краешка а можно слушай можно не с циркла типа софт раишка соскользить откуда где-то второй смысл здесь ну да то есть ты делаешь при джамп из можно очень хорошо постараться да вот и все равно просто там он особый ты не сделаешь да ладно нахерных выключили так итак прыжок сейчас попробую как мы прыгнуть так прыжок прыжок и нет не получилось пол моста даже но здесь не так просто это сделать в общем ну еще и в кутри и суть в том что нельзя я кнопки забыл отобразить в кутри сложнее приобрести но лицов при столкни со стеной тоже в этом весь свой и косяк в вообще так как у нас здесь стена ну хочу заметить то что здесь есть невидимые стены не везде но они есть то есть например вот здесь вот есть стенка здесь она все еще есть 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 а вот здесь уже нет здесь мы падаем вниз то есть она где-то располагается где-то в некоторых местах она не появляются эти клипы и их можно вроде как чуть-чуть использовать то есть они немножко помогают во-первых они клип может помочь вот здесь вот чтобы не улететь туда за стенку ну и наверное с той стороны тоже вот и благодаря этой стенке можно использовать wall wall strafe что лет ну то есть когда мы идем прямо у нас скорость 320 можно там до 350 набрать скорость если мы идем вдоль стены и зажимаем там для стрелочки можно до почти 400 с чем-то скорость развить то есть это получается быстрее намного использовать стеночку то есть и таким образом вдоль вот этой стенки если мы как-то так вот сделаю и после после падения начну еще строить это сейчас забыл построить можно но я по крайней мере как и как я делал не знаю ты чипер то есть я начинаю как раз после обходу где-то вот сюда набираю скорость сначала краешком и потом как только начинаю падать нужно двигаю начинаю строить почти получилось очень поздно нажал я слишком поздно что ли двигаю в общем здесь об возможен он делается но я даже пробовался проходить совом но к сожалению он не такой быстрый как другие способы прохождения она в уку 3 это топ и намного сложнее себе он там проще проще словить нажимаешь вперед двигаешь то есть намного но это же не такой простой и третий способ прохождения вот этого всего это взять и срезать вот эту большую яму это делается достигается при помощи если мы залезаем сюда и начинаем хорошо стрейфить то есть мы начинаем стрейфить вот это по зонам приземляемся прямо на самый-самый краешек читом и и 5 не взлетел значит с этого кубика и можно нутить хорош то есть в обоих физиках это перепрыгивается яма дальше в физике в уку 3 есть еще очень большая крутая среза но она сложная и я ее не стал делать то есть если под мы разгоняемся перепрыгиваем эту яму прыгаем сюда здесь делаем фрейм и джамп маленький приземляюсь имся на этот краешек и потом долетаем до туда да это возможно но к сожалению я я помню раз так сделал и понял то что это очень сложно рандомно и самая большая проблема это фрейм и джамп и я подозреваю что кто-то из тех кто быстрее тебя сделали нет никто не взял ты посмотрел ну да там я просто спортивный интерес был на кто-то сделал средства это или нет в общем да так такую среза никто не сделал и она очень сложная и просто я говорю то что так можно удалить это экономит нам время прыгания по этим патиком физики в которой мы прыгаем направо 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 и отсюда начинаем просто по ним стрейфить время джампить я так понимаю что вот это как раз место но она много очень проблем доставила новичкам потому что по этим крышечками так просто пропрыгать потому что если мы остановились хоть раз дальше нам приходится вот например здесь очень сложно долететь наверх и приходится падать вниз потом завязать наверх опять прыгать сюда опять наверх забежать его таким вот образом потихоньку проходить я думаю мы это и увидим это насыщите вот но если быстро прыгать пока пока кончиком хрэм и джампами то можно спокойно всегда пропрыгать дальше мы прыгаем прыгаем залезаем наверх 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 и у нас Имеется очень неприятное место Которое больше всего Особенно физики утром Мне доставило проблем Потому что Когда мы начинаем прыгать по этим уголкам Вот особенно этот кубик Они расположены криво И чаще всего После прыжка с этого кубика Мы врезаемся в эту стенку Или куда-нибудь И когда я пытаюсь сделать это быстро Я очень часто падал В ту яму или вниз То есть я прыгаю сюда-сюда И в общем И сваливался с этого кубика В идеале нужно То есть раз, два, три И опять не допрыгнуть То есть нужно очень четко как-то допрыгивать На эти кубики Вот на этот тоже нужно не свалиться с него На этот кубик тоже не свалиться И потом с него уже начинать Стрейфить дальше Ну то есть это очень Неприятное и неудобное место Которое мне достаточно проблем доставило Плюс если кто-то пытался так делать быстро Если медленно, то в принципе все нормально Мы нажимаем вперед, прыгаем Вперед, прыгаем В принципе не так сложно Главное вовремя отпустить кнопочки Чтобы не свалиться вниз Следующая часть прохождения Это прохождение по вот этим вот кубикам Здесь ничего в принципе интересного нету Единственное, мы можем немножко скорости Сохранить, когда мы прыгаем по вот этим вот кубикам Вот например отсюда То есть при прыжках Можно здесь немножко вот так вот пострейфить Фреймджемп направо Прыгаем здесь два прыжка Сюда и приземляемся на этот кубик То есть здесь в принципе никакой Никак не получится улучшить Я по крайней мере не придумал как Вот, прыжки по кубикам По кубикам С вязанием на Этот кубик То есть здесь тоже никаких таких больших Каких-то улучшений не сделать И просто обычные прыжки Фреймджемп по вот этим вот Кубикам что ли Следующая такая же Такое же в принципе расстояние Два кубика как в самом начале И в физике ваку 3 Если мы начинаем стрейфить вот где-то с этого краешка Мы можем пропрыгать все это Одним махом Единственное, вот я сейчас свалился в конце Единственное для того, чтобы быстро все проходить После последнего нужно делать фреймджемп направо И прыгать наискосок Это тоже Ну, надо было приноровиться к этому прыжку Потому что если прыгнуть чуть правее То я не долетаю до краешка Если прыгнуть левее То я втыкался в самый краешек Вот Ну и дальше начинается такая Такая, как бы сказать, вот эта палка По которой надо прыгать Как это все делается? Ну, мы запрыгиваем на Прыгиваем по этим Трем кубикам В принципе, обычный стрейф Прыжок, прыжок Прыжок прижимаемся к стенке Запрыгиваем на нее И потом продолжаем просто прыгать по ней Из краешка запрыгиваем на Вот этот кубик, который я сейчас Не зацепил Немножко В принципе, тоже никаких Проблем Единственное Если здесь Здесь приходилось наоборот Послабее стрейфить Потому что если стрейфить Чуть-чуть посильнее То есть Сейчас Сейчас Что такое нужно? Блин, какие серкалы Эх Я специально слабое сделал Делаю, чтобы не воткнулся у него Вот Вот То есть можно приземлиться куда-то сюда Или Ну, в общем Перепрыгнуть от краешек Приходилось прыгать слабенько Чтобы приземлиться только на краешек Сразу вот на этот Наверх Вот Здесь начинается Как сказать Лабиринт В В оригинальной версии Здесь была большая-большая среза Здесь можно было после вот этого По-моему После вот этой вот прямой Прыгать-прыгать Завернуть налево Полететь туда куда-то Левее-левее-левее-левее И мы падали в телепорт Который нас телепортировал Вообще вон туда Да, но это было в оригинале В В этой версии, к сожалению Там килл везде И телепорта нет Поэтому приходится проходить лабиринт И Как вы видели Уже здесь, к сожалению, не срезать Здесь просто большая стена И Наверх тоже не получится залезть Потому что у нас нету ни ракет Ничего Пропрыгать по этому По лабиринту Так вот Ну По лабиринту Что проходить Мы Просто надо приноровиться К прыжкам Которые здесь есть Посмотреть сколько их Постараться посрезать Как можно больше углов Например Вот этот вот Физико Рисовать картину Обязательно на листочке Повесьте перед монитором Чтобы когда вы заходите В лабиринт Вы не заблудились Да он простой Здесь одна единственная дорожка Здесь даже сворачивать некуда Ну я очень надеюсь Что все думали И Как ты И что так и есть Потому что Не знаю Я конечно В вас уверен Но Лабиринт Это такое Так я сохраню здесь Чтобы показать дальше Что тут есть Итак У нас имеется Вот такое вот Большое 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 пространство С кучей кучей кубиков Если Хотелось проходить быстро Приходилось Учить дорожки С помощью которых Проходить Вот это все Я Нашел В принципе Ну для Для СПМ Одно Для Ваку-3 Одно И Даже две дорожки Для Ваку-3 Физики Потому что Первая мне Очень понравилась Первая дорожка Ну Обычно я дорожки Учил Как-то вот Вот с этого угла Начинал стрейфить Потому что Ну Просто удобнее было Использовать Циркл Вот здесь Поворот На скорости И чтобы проходить Как-то это все Первая дорожка Которая я нашел Она выглядела Как-то Сейчас я Может быть Попробую повторить Она очень Быстрая Классная Но Она не такая Простая Тут нужно было Врезаться В эту стенку Вот по такой прямой Мы попрыгиваем Врезаемся Стенку Прыгаем дальше По этой прямой Потом По-моему На вот этот Вот кубик После него На Вроде бы Вот этот кубик Потом Сейчас Сейчас я посмотрю Как Куда будет Получаться Я уже не помню Как это было Даже до вот этого Надо было Долетать Вроде бы Либо Слабее Черт Я не помню Тут еще Проблема Заключается В том Что эти кубики Не Эх Мало Стрейфа Так что такое У меня никак не получается Даже Зацепился Немножко Е Е Да И таким образом По-моему В этих Три прыжка Три прыжка Я приземлялся После этого Кубика Сразу Вроде в угол По-моему Можно было Запрыгнуть Надо было Просто Полевее Взять Сейчас Попробую Еще разок Может Два Надо Просто Очень Хороший Стрейф Иметь И А Вот Я Перепрыгнул Уголок Вот На этот Уголок По-моему На кубик Потом На вот Этот Кубик И Прям В уголок Мы Выземляемся Сюда Это Очень Много Экономит Но Проблема В том Что Эту Дорожку Вот Так Просто Не Сделать Ты И И И И И И И И Вот Сюда Сюда И Сюда Нет Я Попытался Много Раз У меня Она Много Раз Фейлилась Я Забил Решил Другую Дорожку Найти В результате Я Нашел Дорожку Когда Два Три Что Я Послабее Чуть Начал Стрейфить И Долго Думал На Какой Жекубик Приземляться После Двух Прыжков После Цикла Ну Это Фрейм Джампа Здесь Получается Так Что Вот Ну Вот Этот Кубик Можно Приземлить Запрыгнуть То Есть Либо На Начальный Но Это Мне Мало Чудовало Либо Вот Я Нашел То Что Кубик Очень Классно Запрыгивать И Трожку Дэнки Ее Все Оно Видно Но Ладно Вот И После Это Получается На Пол Крыжка Или На Крыжок Поменьше Но Она Попроще Куда Сюда Правее По Этим Кубикам Но Ну Ну И Меньше Вариантов Свалиться Дальше Мы Залезаем Наверх Наверх Пытаемся Не Свалиться Вот Это Яма Я Один Раз Свалился Когда Прыгнул Чуть Чуть Сильнее И Сюда Упал То 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 Нужно Краешек И Потом Тоже Не Прохождение Я Уже Показал Мне Даже Не Хочется Проходить Она Большая Сложная И Потом Смотрим Сипи М Промот 1 Сипи Все Намного Проще Во Первых Ну Намного Проще За Исключением Пара Моментов Во Первых Момент Тот Что Вот Эти Вот Вертикальные Столбики Расположенные На Двух Кубиках Между Друг Другом Они Если Мы Попробуем По Ним Строфить У нас Будут Получаться Дабл Джамп Как У меня Сейчас Прыжок Прыжок И Получился Дабл Джамп Перелетели Все Поэтому Мне Приходилось После Каждого Прыжка Заделать Маленькую Задержку То есть Прыжок Прыжок И Потом Дабл Джамп Чтобы Чтобы Не Перепрыгнуть Случайно Пад Это Чуть Медленнее Получается Чем В Кутри Вот Конкретно Вот Эти Столбики Но В итоге Естественно Сепим Быстрее Потому Что Возможность Поворотов И Все Останавливая Скорость Побольше Тут Основная Проблема Это Дабл Джамп И Там Где Они Не Нужны Я Так Понимаю Да По Салбам Или Это Не Проблема Для Меня Нет В Принципе Ты Делаешь Задержку Когда Умеряешь Просто Чуть Чуть Побольше И Все И Нет Дабл Джампа А Если Напрямую Напрямую Не Быстрее Смысл Просто Дабл Джамп Так Что Ну Может Ты Можешь Просто Типа А Не Не Получится Ну Вот Дальше Здесь Начинается Опять Варианта Прохождения Либо Мы Делаем Прыжок Прыжок А Потом Стрейфим Либо Мы Делаем Дабл Джамп С Краешка Стрейфим Тоже Дорожку Надо было Подгонять Под каждый Случай Тоже С этого Кубика Можно Либо С два Прыжка Запрыгивать Стрейфим Либо Можно Сделать Дабл Джамп Отсюда Либо Прыгнуть И потом Дабл Джамп То есть Это Все Зависит От От Того Какой Этот Как сказать Какую Дорожку Выберет Игрок Так Покажу Чуть Чуть Оп Который У меня Никак Не получался В Q3 Здесь Он Должен Получиться У меня Попроще Вот Он Намного Проще Получается Но Это Но Это Медленнее По крайней мере Физики СПМ Это Намного Медленнее Когда мы Прыгаем По этим Падикам Все Такое Чем Прохождение Нормальной Дорожкой Крутой Итак Че Че За Крутая Дорожка Тут Где-то Рокет Нет Нет Здесь Рокет Ну Как я Показывал В Q3 Можно Проходить Перепрыгнуть Эту Большую Яму Я Далеко Сохранился Я Даже Если Начинаю Прямо От Самой Стенки В физике СПМ Я Иногда И Перепрыгивал Ну У Тебя Сильный Стрейх Но Здесь Нужно Как Я Даже Слабенький Пытаюсь Делать Первый Циркл И Все Равно Перелетается Вот Физика СПМ К сожалению К сожалению В общем Этот прыжок Намного Проще Сделать Ааа Что ж Такое Ты Можешь Чуть Вправо Уходить Направо Налево Потом Сюда То есть В физике СПМ Из-за Того Что мы Можем Поворачивать На Поворачивать При прыжках Мы Можем Сделать Небольшой Зигзаг Направо Потом Прыгнуть На Краешек И Зажжет Налево То есть На Скорости Будет Много И Мы Спокойно Приземлием Все Сюда И Дальше У нас Будет Два Варианта Прохождения Ну Вроде Два То есть По-моему С Когда Мы С Краешка Летим Сразу Через Пад И Потом Мы Делаем Потом Запрыгиваем Наверх То есть Это Намного Быстрее Прям Намного Круче Быстрее Все Такое Я Проходил Как Раз Таким Путем И Сейчас Попробую Наверное Показать Раз Три Четыре И Как Обычно Перелетается Все Сейчас Недолечу Вот Это Тоже Большая Проблема Была С Этим С Этим Перепрыгиванием Потому Что Сложно В общем Так Сделать Ну Вы Видели Как Я Почти Допрыгну Есть Вариант Быстрее Чуть Чуть Прохождение Там По-моему На 200 Или 300 Если Мы Будем Начинать Стрейфить Не С того Вверха А Вот Прямо Вот С Этого Краешка То Есть Интересно Да Если Начинать Дабл Джамп Вот Этот Уголок То У Нас По прыжкам В принципе Получается Так же Все Да Но К сожалению Это Не К сожалению Не Делать Это Быстрее Но Это Более Рандомное Чем Прохождение Сверху То есть Скорость Не так Четко Регулируется И По крайней мере У меня Получалось Намного Реже Чем Чем Если Просто Нагер Залезать Вот Ну Здесь Сверху При прыжке С этого Краешка Мы Здесь Либо Просто Запрыгиваем Либо Делаем Даблджамп В идеале Нужно Делать Даблджамп Чтобы Потом Один прыжок В одном Приземлении Сюда Запрыгнуть Сразу Наверх То есть Экономится Полпрыжка Дальше Мы Залезаем Наверх И Падаем Падаем И У нас Ну По крайней мере Я Делал Такую Мини Срезку Что ли С последнего Падика Если Сделать Даблджамп Можно Обогнуть Этот Уголок И Черт Либо Как-то Просто Дабуд Джампа Быстрее Добираться Вперед CPM Вот Эта Часть Намного Проще То есть Мы Прыгаем 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 Вообще Можно Просто Зажать Кнопочку Вперед И Нажимать Кнопочку Прыжок Раз Два Три Четыре Пять И Потом Начинаем Немножко Стрефить То есть Намного Проще Это Прохождение Из-за Того Что В Физике CPM Можно Поворачивать Как раз А в Утре Ты Споткнулся Об Столбик Есть Дальше Имеется Ну Проходим Как В УК-3 Заключим Даблджампа И дальше У нас Есть Возможность Срезать Вот Это Большой Пад То есть Можно Вообще Прыгать Напрямик Это Экономит Целый Прыжок Сейчас Попробую Как это Делается Если Постараться То Он Долетается Я Сейчас Просто В зону Совсем Не Попал И Прыжок Сюда Сюда И Мы Долетаем Дальше Не Получается Ну Дальше В принципе Как обычный Прыжок Наверх Или Даблджамп На такой Большой Скорости Я По-моему Приземляюсь Куда-то Сюда Я Делал Даблджамп Вот Эту Штуку И Врезался Хоть В этот Краешек Но У меня Было Немножко Горизонтальной Скорости Потом Прыжок Сюда И Залезаем Наверх Дальше В принципе Ничего Такого Сложного Залезания Наверх Наверх Опять Начинаются Вот эти Прыжки По 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 Столбикам Когда мы Не можем Даблджампить Нормально Но я Я Цирку Проходила Может быть Можно Вот так Вот Делать Мне Показалось Это Медленнее Почему Вот так Вот Дальше Здесь Надо было Чуть Пораньше Это Сюда Начинать Даблджамп Да Да Я тоже Сейчас Думаю Что Так Побыстрее И Это Позволяло Дальше Проходить Очень Быстро То есть Так Как Здесь Есть Кубик Ну В общем Здесь Есть Возможность Пройти Вот Эта Часть Побыстрее Чем Залезать Вот Сюда Потом Прыгать Прыгать По Этому Всему Как Каким Способом Так Как Это Физика Сепьем Здесь Можно Заворачивать В полете То Есть Можно Было Здесь Даблджамп И Завернуть После Даблджампа Налево Сохранив Немножко Скорости Раз Два И Потом Запрыгивает Наверх В принципе Опять Не долетел Надо было Чуть Чуть Побольше Скорости Иметь Кто Так Не делал Не знаю Вроде Нужно Найти Но Я сам Вначале Сделал Обычными Прыжками Как Руку Три Потому Что Я Не Нашел Этот Способ А Недлечем Недлечем Дальше Лабиринт В принципе Здесь Тоже Ничего Такого Стараемся По Максимуму Скинуть Уголки Резать Побыстрее Проходить Все Это И Дальше Я Опять С Этого Момента Начинал Ну Как Сказать Дорожку Ну Дорожку Для себя Формировать И Какую Дорожку Я Здесь Нашел Для Себя Я Делал Дабл Джамп Об Этот Кубик Вот Об Этот Который Здесь Торчал Потом Идет Приземление По Моему На Этот Кубик И Потом В Несколько Прыжков Я Делал Дабл Джамп Вроде Б Об Сейчас Я Попробую Повторить Не 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 Получится Либо Набавно Чуть Правее Уходить Да Да Вот Вот Сейчас У меня Почти Хорошо Получилось Только Скорости Не Хватило Чтобы Поземлиться На Следующий Кубик Раз Два Дабл Джамп Краешек Бритаян До Сюда До Сюда И Здесь Возможно Сделать Дабл Джамп И Дальше Проходить Все 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 Эти Кубики Все Было Для Того Дорожка Так Построена Чтобы Приземлиться В самом Конце На Вот Эти Два Права Кубика Сюда Или Сюда Для Того Чтобы Дальше Сделать Дабл Джамп И Сэкономить Ползание Остановку Здесь Ползание По Этим Кубикам И В общем Сэкономить Время То Мы Делаем Дабл Джамп Залетаем И Сохранить Сохраненной Скоростью Пытаемся Проходить Дальше И В принципе Ничего Интересного Дальше Мы Просто Прыгаем По Этим По Прямой Здесь Можно Постараться Срезать Прям Вот Напрямик С какого-то Момента Где Смотри Куда Приземлишься Я Пару Раз Так Падал Вниз Мне Стало Жалко Что Я Ну И Финиш То Есть Я Наверное Попробую Один Раз Пройти Конечно Надо Бы С С С С С С С С С Покажи На Что Ты Способен За Что Я Неправильно Начал Проходить Сейчас Намного Выгоднее Хотя Не Знаю С С Потому Что Я Здесь Скорее С С Не С С Везу Не Получился Дабл Джамп Ну Ладно Обычным Крыжками Пройдем Зарезаем По Этим Кубикам Дабл Джамп Пытаемся Попасть В зону И не Попадаем Не Так Как Мне Туда Я Очень Дрешил Спит Так 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 Сейчас 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 А Недолет Ладно Сейчас Попробую Продолжить Того момента Где я Остановился Вот Вот Где-то Здесь Можно Попробовать Цеп Хос Дабл Джамп Поворот 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 Крыжок Крыжок Да Здесь Мы Злезаем Или Честно Я не помню Как я здесь Проходил По-моему Обычным Крыжком Делал Чтобы Не Промокнуться Мимо Этого Падика Дальше А А Зачем Я Мне кажется Быстрее Будет Даже Пройти Потихоньку Да Да Мои Кнопки Бинды Перепутаны Все Да Что ж Такое Это Вы Чит Представляете Вы Просто Представляете Что Происходит Когда Он На Рекорд Играет Это Не Ну Там Моя Эти Все По Сработает Да Да Там Комбо Чит И Сразу Начинают Скид Вот 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 Ну Блин Ну Глупо Отрицательно Чего Да Что Такое Почему Я Сыркост Не Сделал Я Думал Это Все Нормально Ладно Далее 70 Нескосок Это Очень Мало Кто Мог Сделать Она На самом деле Очень Сложно Так Не Не Налечились Как Обычно Через Нес Просто Взлети Поверху Пропыли Да Ты же Так Проходил Нет Конечно Сейчас Еще раз Попробую Сейф Кось Ае Это Могло Быть Быстро Да Не знаю Здесь Попробую Долететь Может Не Долететь И Чем Сары Как То Так И Надо Проходить Я Так Думаю Может Есть Какой Ни Покруче Срез Каная Не Нашел Но Разве Что На 400 Друзья Секрет Не Я Не Думаю Дожди Здесь Убро Нет Просто Кубик Куда Не Опасть Ну Ладно Что Еще Тут Наверное Все Рассказали Тут Клипа Нет Здесь Можно Опасть Вниз Каких То Секрет Я К сожалению Не Нашел Вроде Б Нет Ничего Нигде Да Скорее Всего Нет Да Кроме Вот Этой Черепа А вдруг Черепаш Не дает Ну Ка Думаешь Кнопка В секретном Помнике На Финиш И В Регите В Где Стреляешь И ТП На Фин Сразу Ты Читар Сел Скорее Сво Прозрачная На Не Содерж Надо На Даже Не Заклипленная Эта 3D Модель Просто Отлично Ну Ладно Не Спел Я Хотел Под пол Пролезть Посмотреть Здесь Смотреть Обозревать Их Очень Много Денки Длинные Поэтому Возможно Будем С Таймскейл Восемьдесят Четыре Показ Пока Нисколько Пока Один Я Пока Не У меня Ладно Давай Посмотрим А Можем 05 Сделать На Сам Дель Мы Так Долго Будем Смотреть Мы Можем Поговорить О Чем В Принципе Начало Нормальное Пока Пока Не Подал Никуда Давай Таймске Хотя Полтора Поставим Все Не Выдержал Таймскейл 1.5 Enter Enter Нажал Да Вот Он Вот У него Как раз Проблема С этими Прыганием По Вот Этим Бумпочкам Или Как Сказать Да Вот Он Уже Потерял Полминуты Пока Забежал Наверх Здесь Наверняка Пойдет Пару Раз Потому Что Залезание По Вот Эти На Этот Уголок На Второй Самая Большая Проблема В Кутре Мне Кажется Была Вот Он Постоянно Промахивается И Падает Вниз Да Это Я Думал Была Проблема Многих Вообще Чтобы Если Что Не Упасть Можно С Зажатой Кнопкой С Трейфа Да Допустим Вперед Нажимать Еще Присесть У У Если Ты Залезешь Уже Наверх А Он Даже Не Долезая До Верха Попадал Вниз Он Просто Не Дожимал Вперед Можно Сжать Смело Вперед Ну Чтобы И Впасть Вниз Еще Сильнее Но Если Ты Нажимаешь Посесть То У Тоже Тоже Сам Ничего Ничего Подобного Тут Если Он Воткнулся Он Просто Свалиться Вне Понятно Что Свой Но Кли Пропутает Камнику Три Так же Как В ЦП Это Ничего Не Значит Смирил На Бериньки Не Забудился Вроде И Наша Ходил Тож Через Правый Проход Постукался По Во Много Кубиков Залез Осторожно На Прямую Чтобы Не Свалиться Точно И Потихонечку Потихонечку Да Очень Сейвово 9 минут Сервер Тайм Я думаю Это Все Время Что Он Потратил На Эту Карту Третий Раз Мне кажется Он Павел Несколько Раз Уже Он Знает Где Финиш Знает Как Проходить Ну Трудно Не знать Следующий Вайпер Россия Тольятти Плей 2 25 Тольятти Побыстрее На Минуту Целую Минуту Целую Минуту Чувак Срезал Интересно Где Думаешь Он Использовал Твои Четы Не Не Уверен Посмотрим Он Ну Среза Я думаю Мало Кровязал Потому Что Она Очень Сложная Вот Здесь Он Побыстрее Да Он Смог Фрейм Джампами Проправить Почти Все Эти Парики Уже На 20 Секунд Быстрее Чем Вот Он С Контролом Он Катрал Зажимает И Потихонечку Попругивает Вот Вот Я Про Это И Говорю Из Первого Раза Здесь Пошел И Здесь Почти Нон Стоп Ну Как Почти Нон Стоп Он Прям Расскакал Все Хорошо У Него В Принципе Вот Viper Набирает Обороты Я Так Понимаю Viper Конечно Уже Не Тот Ну Это Не Тот Viper К Сожалению Но Будем Любить И Жаловать Этого И Собственно У него Есть Хорошие Учителя Такие Annex Который Показывает Очень Топовый Результат Он Заблудился В Тоннеле Я Говорил Говорил Смотрел Сейчас Случайно Развернется И Обратно Пойдет Нет Повезу Втыкался Во все Кубики Во все Что только Можно Сервер Тай 74 Минуты Чувак Попотел Это Это Вот Отдельный Респект Таким Пацанам Которых Сервер Тайм Знаешь Но Если Только Они Не ФК Стояли Конечно Я Тоже Могу Включить Карту Там Уйти На Работу Прийти Ну Что Декус 2.18 Плей Быстрее На 7 Секунд Да Ну Вайпер Там На Кубиках Очень много Потерял Там Дорожку Видимо Плохо Вообще Для себя Нашел И Наверное Там Даже Не пытался Тестировать Где-то Вначале Очень много Времени Потерял Высоко Высоко Залетел Неплохо В принципе Он Сразу Через Подпрыгал Но Вниз Так На Нижнюю Часть Кубика В 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 На Первый Наверх Был Преземляться Потому Что Фрейм От Джампов Сразу На Очень Быстрее Дальше Проходилось Тоже Небольшие Проблемы С этими Кубиками Были Но Не С теми же Как У В 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 Немножко Чуть Не Свалился Скоростно Этой Прямой Ну Старт Медленнее Чем Вайпера На 4 Секунды Он Зато Не Заблудился В Тоннеле Он Да И Более Так Как Ты Послешь Кубики Машин Дорожка На 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 Сделал Вот Это По Правой Прямой Она Более Выгодна Чем Слева Там Где-то Втыкаться Во Все Что Можно Вот И Мне Кажется На Эти Красных Прямых Он Побыстрее Старался Стараться Стараться Следующий ВП Россия 2 12 Play Блин У меня В ушах Как будто Самолет Пролетел Как думаешь Я умираю Начало Очень Неплохое Почему Ты меня Заигнорил Чего Ладно Так Первый Чек Первый Чек Я буду Сравнивать Первый Чек Потому Что Я Запомнил Это Денков Онлайн И Как У Вайпера Почти Тоже 28 Секунд Вот Он Перетормаживает На каждом Бадике На Маленьком Да Но Так Без Приседа Это Не Очень Удобно Потому Что Ты Мож Свалиться А Списедом Более Так Надежно Надежно Не Напрягну Только К кнопочке Вперед Прыгал По Этим Падикам Причем С Остановкой И Здесь Красный Остановился Хотя Можно Было Дальнее Просто Пропрыгать Ой Вниз Я думаю Падет Почти Упал Тоже Потерял Немножко Времени Ой Тут Повтыкался В каждый Угол И В кубике Тоже Во всем Наверняка Сейчас Пересчитает Почти В конце Вроде Неплохо Получилось Найти Прямую Побоялся Наверное Средиз И Зато Финиш Рыбу Молодец Следующий Жаль Без Логина Конечно Корж Контрехир 159 Плей 2 минуты Да На 12 секунд Аж Или Сколько Там Это Очень Многих Идей Сейчас Посмотрим Но мне Очень Интересен Первый Чек Потому что Я Не запомнил Чем Знаю Что Пока Что Самый Быстрый Был У Вайпера И Вот Он Папа Самым Верхом Проходил Поэтому Здесь Нас Экономер Много 3 секунды Почти Отжал Вайпера Пока Самый Быстрый Корж Здесь Тоже Быстрый Попрыгал По Этим Да Здесь На Здесь Почти Ну Тот Варпак Останавливался Кож Почти Без Смок Сидел Тоже Это Важно Вот Это Вот Тем Более На Такой Дистанции Когда Карта Идет Достаточно Долго Как Любая Вот Эта Мелочевка Где-то Завтык Если Их Исключить То Можно Хороший Тайм Просто Если Просто Чистить Именно Такие Так Мы Всегда Это Везде Говорили Конечно Вот Здесь Тоннели Намного Меньше Втыкался Ну Вот На Кубиках К сожалению Вот Уже Три Раза Вот Молся 4 5 Вроде Залез Наверх И Нормально Страфит По этим Палочкам Ой Чуть Не Свалился Ну Ничего Финиш 159 Следующий Вольве 156 Play Еще На 4 Секунды Быстрее 4 6 7 8 9 На 3 На 3 Не забывай Что Вольф Плохо С Батикой Программист Ты Программист Да И Пограммист Пограммист Да Зря Прыгал Ну Срезал Пат Из-за Этого Наверное У него Не получилось Так Быстро Пройти Как Просто По По Верхам Этих Кубиков Он Допрыгнул До Конца Дальше Стрейфит Стрейфит Останавливался На каждом Падике Ну Ладно Здесь Немножко Воткнулся В Красную Перекладину Ой Упал Вниз Ой Сколько Он Потерял Если У него Получилось Также Пройти Но Не Подкнулся И Не Упасть Вниз Я Думаю Намного Больше Сканал Здесь Прямая Тоже Дорожку Нашел Нормально О И Зацепился Немножко Чуть Не Упал С Красной Перекладины Обидненько Прыгнул И Финиш 56 Следующий Монстрик Плей 1 55 8 Еще На полсекунды Быстрее На пол Вот Какая Маленькая Разница Если бы Не упал Я забыл Там был Придеть Он бы Обошел Его Точно Да Так В принципе Немножко По верхам По верхам Проходил Время Джамп У меня Получилось Все пройти Очень Неплохо Наверх Наверх С немножко С установками Получилось Запрыгнуть Наверх Здесь Тоже Пропрыгался Вроде Неплохо Не Втыкался В эту Красную Прикладину Не упал Вниз Тоннель В принципе Нормально Пройден Пока Пока Не Вовкнулся В нем Это Вроде Страшно Если бы он получше Дорожка нашел На кубиках Он бы намного Быстрее Прошел Да Но кубики Очень много Решали Потому что Там Прямо Не то Чтобы Запинать 22 Он 8 секунд Он бы не потерял На кубиках Нет Ну просто На кубиках Ты в основном Не просто Запинаешься Где-то А ты Прямо Просто Встаешь Получается Но это Скорость У тебя была Какая-то Ты Полностью Скорость Теряешь Да В этом Минус Больше Винтер 1.45 4 Да Так Наверное Будем смотреть Плей А еще На 10 Секунд Быстрее Наверное У нее кубики Получше Пройдем А еще Посмотрим Мне кажется Вначале Олимпик Отлетик В России Она Смотрит Винтер Винтер Напиши Комментаре Если Кто-то Смотрит И Маскаль Тоже Пожалуйста Еще Ребят Комментируйте Не стесняйтесь Мы все читаем Но я По крайней мере Точно Я все читаю Все Вижу Сюда Отвечу Быстро Дергается У него Все Не Я Наверное Наверное Зря Там Скеп Останавливается В 133 В 133 Пешком Проходил Лабиринт Да Он еще Много Там По Останавливался В общем Эта карта Это Чуть не упал Самое основное Было Это пройти Как можно Меньше Завтыков Получив То есть Желательно Вообще Без единой Ошибки Со всеми Срезами Но к сожалению Так Прям Очень Очень Сложно Было Проходить Чем Чем Меньше Завтыкались Во всякие Кубики Во всякие Там Завтыки Где можно Было Тем Быстрее Получится У вас Пройти Кенекс 145 Плей Разница В 160 Это Ну Сколько Там Фреймов Грубо говоря Ну Блин Короче Это Очень Мало На Дистанции Такую Карту Поэтому Блин Ну Это Не знаю Это На самом деле Очень Круто То Что Такая Разница Мне Кажется Что Если Бо Они Знали Таймы Друг 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 И Они Постарались Перебить Конечно Да То Они Они Вот Так Плотно Шли Друг К Друг И Возможно Не хватило Какого-то Толчка Чтобы Чуть Чуть Еще Улучшить И Вот Это Знание Тайма Оппонента Наверняка Послужило Б Толчком Начало Очень Неплохое Он Быстро Прямо Проходит 22.8 Первый Чек Ну Вот Кенекс Кстати Как раз Подучивает Я думаю Вайпера Сразу Видно Чья Школа Можно Было Поселение Пострейфить Сэкономить Прыжок Или Полпрыжка Четно Слишком Много Прыжков Кажется Так А здесь Как Немножко Затыкал Свою Дорожку Прыгает Прям Хотя Он Видимо Нашел Себе Дорожку Как Прыгать По Этим Кубикам На финиш Медленно То есть там можно было Чуть-чуть На прыжок Меньше Нос В 138 9 Play Нос Топ 4 Приближаемся На Золотому Топ 3 Насколько Надо Еще на 5 Секунд Быстрее Сейчас посмотрим Что Смог Сделать Нос Он Сыкл Начинал Из краешка Перепрыгнул Все это Чуть-то Пропрыгивал По Крышечкам По По Этим По Падикам В принципе Неплохо Крышечки Из-под Балтики 0 Носов Наверняка Бахнул Ну Носов Специалист По таким Картам Он там по-моему Контрол зажимал Когда залезал На эти Да Может быть Больше Контроля Но Просто Вообще Теоретически Контрол Вообще Почти Нежелательно Нажимать Когда Проходишь Но это Если ты Очень быстро Пытаешься Пройти То Каждое Зажатие Контрола Тебе Замедляет Желательно Только Стрелочками Проходить Но Если Хочешь Быстро Но Смотри Ко Он Достаточно Техничный Его Да я понимаю По чуть-чуть Но все равно Это медленнее Чем без Контрола То есть Ты как бы Унижаешь Его сейчас И всех Нет я просто Говорю То что Если Чтобы Вообще Хоть Как-то Пройти Контрол Очень Помогает Чтобы Пройти Прям Быстро Надо Его По чуть-чуть Нажимать Чтобы Прям Вообще Супер Пупер Пройти Надо Желательно Вообще Без Него Но Иногда Это Прям Очень Очень Сложно Даже Я На Длинных Очень Картах И Зал Контрол Чтобы Не Свалиться Случайно Тоже Ты Да Ты Думал Топ Бронзовый Кубок Быстрее Такой же Или Ничек Ставить Посмотрим Топ Один Дем Кус Я думаю На такой Карте Не особый Смысл Что Разница В 4 Секунды Я их Потерял Просто Где-то На Я не знаю Где-то На кубиках На Каких-то Кет Просто Быстрее Как-то Могрел Сих Пройти А так Каких-то Глобальных Срез Я Не знаю Я Не Нашел В Целом Стреф У тебя Намного Лучше Чем Носфо Это Даже Кабу Видно Быстро Получилось По Этим Кубиком Пройти Чуть Не Свалился Вне Снова Получилось Да Ты Не Занервничал В Этому Имент Там Сложно Я Старался Как Мон Быстрее Проходить Ты Когда Увидел Что Ты Чуть Не Падаешь Ты Занервничал Да Нет Я Базаром Начал А Расторить Это Просто Естественно Не Первая Выпытка Была Это Место Там Очень Много Поиграл Ты В Лабиринте Воткнулся Что Чуть Совсем Ты Прям Да Нифигасе Это Наверное Секунду Ты Просвал Это Попытим Нормально Попрыгал Ну Это Еще Посмотрим Потому Что У Кето Там Четыре Секунды И Вот Здесь У Немножко Получше Было Хотя У Тя В Целом Картина Вот Этого Дожди Я Блин Я Я Не Отправил Демку Что Ли За Мне 1.33.0 Есть Демка Я думаю Откуда Уже Мне там Плюсы Минусы Оказывается Я Просто Забыл Отправить Еще Одну Демку Ну Ладно Ну Там Вся Разницы Не Был Никакой Тут В Месте Следующий Порт Лан Это Кто У Нас Это Спринг Спринг Так Ладно Окей Плей Но Две Секунды Побыстрее И Сразу Может быть Кто Не Знал Спринг Вообще По-моему Один Из Очень Немногих Очень Редких Раз Он Отправил Демку Вообще Не знаю Как Он Про Нас Узнал Типа Мы Такие Задроты Тут Сидим У Себя У У У У К сожалению Наискосок Прыгал Мне Также Надо Было Вот Экономия Прыжка От Меня Уже Больше Секунды Где Тут Сэкономил Вот И Спринг Очень Качественный Игрок Опять же Вот Такого Рода Карт Как Собственный Кет Как И Нос Ну Нос Скорее Все Просто Потратил Немного Времени Но А у Спринга Всего Шестнадцать Север Тайм Поэтому Будем Сходить Из-за Два Три Четыре В принципе Быстро Получилось Залезть Кет Скорее Все В этом Тоннеле Очень Много Сэкономил Он Он Же Любит Такие Фрейма Джамп На Повороты Да Но Спринг Тоже Там Врезался В Дорожка Классная Нашел Хорошую Дорожку Пропрыгал Я Ни разу Не Стопнулся На Кубике И Вот На Финише На Балках Тоже Чуть Быстрее Тебя Сделал Не Споткнулся Да По-моему Не Быстрее По Чекам Также Может Там Не Особо Это Влияет И Кет Вы Месло Давай Таймск 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 Плей 129 Вышел Из 139 129 Минут Да Задрот Даже Не знаю Сказать Тебе Вот Обидно Да Нет Пускай Молодец Пускай Играет 2 3 4 Пускай Играет Здесь Здесь Тоже Не Прыгал С Разный Скосок Вот Спринг По идее Но Если бы Кет Езял Его Дорожку Он Еще 07 С Экономил Да Ну вот Секунду По идее Интересно Где тогда Кет Поджал Все остальное Потому что Пока Выглядит Не очень быстро Пока Все так же А он Скорее Всего На финише От меня Еще Полторы Где-то Нашел Не знаю Как Где Но Где-то Нашел Отлично Все Пропрыгал И Здесь Еще Секунду От меня Бежал Не знаю Где Не знаю Как Дорожка Почти Как у Спринга В принципе По-моему На прыжок Лучше Даже Чем Я Зел Достаточно Прямая Траектория У него Тут Была Да Очень Классно Проведено Итак Вот Были Ваку Три Демки Позволяем Кето Поздравляем Всех Кто Присыл Демки И Переходим К Сепен Демкам Которых У нас Дофига И Демки Длинные Ставим Скил 1.5 Зупер Зучи Россия Плей Четыре с половиной минуты Я надеюсь Он не заблудился В лабиринте Но мы три года Будем смотреть Как он Да Ты же Ты же сказал У тебя плохо С математикой Как ты Развлечил В смысле Я умножил На полтора И все У тебя У тебя Плохо С математикой Какого фига Что Ты сам Говорил Ты с математикой Не дружишь И тут же Развлежаешь Четыре с половиной На полтора В смысле Кто сказал Что я не дружу В смысле Ты сам Говорил Ну Разве Не помню Память Что математика Подводит Ой Он упал Первый раз Интересно Как раз Он упадет Здесь Зачем Он даблджамп Здесь Проходит Если Можно Посчитать Три Чуть Чуть Быстрее Смотрим Четыре Пять Я Слупок Там Сколько Там Раз Восемь Нет Не знаю Ну ты считай Это Это Я же Кристалл Так Восемь Девять И Десять Это как Поднову Год считают Тебе знаешь Последний Бой Курантов Одиннадцать Давай Но Двенадцатый Брата Двенадцать Давай Мы верим В тебя Андрюха Тринадцать Четырнадцать Зачем Он Дабл Джамп И делает Если Можно Прыжками Обычными Как В 16 17 17 18 О Наконец-то Запрыгнул Е 18 Упал Потерялся На карте Зачем Это Что-то Что-то Немножко Там Не то Дело 18 Раз Запомнили 18 Раз Здесь Тоже Дабл Джамп Он Каждый Раз Дабл Джамп Катается Делать Чему-то Ну Потихоньку Лучше Не быстро Лучше По одному Прыжку По Чуть Чуть Чем Вот так Вот Падать Сто Раз Четвертый Промбрас Уже Пал А не Залез Все Реально Вместо Того Что 18 Раз Падает Лучше Еще Разок Прошел С меньшим Количеством Падений Внутри Ну Вот Знаешь Я Тут Подумал Многие Многие Говорили Что Когда Мы Говорили Что Вот Там Надо Было Лучше Лучше Перепройти Нам Говорили Что Ну Мы Так Послали Для Массовости Для Массовки Что Просто Демки Были Ребята Ребята Пожалейте Нас Четыре Минуты Демка Зачем Перепройдите Хотя бы За дверь За три Ну Кач 220 Плей Ну Ребята Ну Действительно Ну Пожалуйста Продолжен Суп Он Другой Лесенку Вязал Я Забыл Прония Даже Не Показал Народу Прыжки 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 Падение Прям Почти В самый Низ Залезает Наверх Разгоняется Не Разгоняется Прыгает По каждому Кубику Даже Не По Каждому Вот Он Цирклами Как я и говорил Потихоньку Пропрыгает Вперед По чуть-чуть По чуть-чуть Но залез Наверх Так Циркл Залез Наверх Раз Два Три Четыре О Сперебраза Получилось Залезает Неплохо Потом Прыжками Прыжками Потихонечку Пропрыгивает 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 О Дабыл Жамп Вау Даже Не Старкнулся На Кубик Ни Раза Видимо Не Первый Раз Проходит Эту Карта 10 Минут Финиш Мне Кажется Он Че Больше Чем Больше Десять Играл Думаю Не 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 Афк Постоял Минут 7 Там За эти Десять Минут Мне Кажется За эти Ну По Десять Раз Больше Раз Упадешь Если Просто Ну Ладно RX8 Российская Санкт Петербург Play Не Влезла Буква Г В самом Конце Петербург Санкт Петербург Почему Петербург Там же Петер Петер Наверное Питер По Моему Ну По Английски Пишется Не Петер Пур А Или Петер Черт Черт Я Не Знаю Что Сколько Он Стоит Я Мотаю Вперед Сколько Сервер Тайм Давай Так Подравняйся 9 14 9 15 9 16 Ну Я Далеко Ближе Ой Я Ладно Извиниру X8 Так Тайм Скел 1 5 Скажешь Когда У тебя Будет 9 53 53 Окей Хорошо Ну Только Заранее Начинаю Там Запоросить Хорошо 50 51 52 53 Так Залез Наверх Давай Трыжок Получилось Раз Два Двумя Долбой Жампами Залезал Пробил Падик Потихонечку Потихонечку Чтобы не свалиться С красной палки Оп Промахнулся Он Я не знаю Не нашел дорожку Что ли В этом Сейчас еще Втыкаться Наверное Будет Нет Ух ты Даже не споткнулся Об кубики Так Прыгать В принципе Неплохо И Скоро Финиш Финиш 205 Так Где 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 Кто Чего Ты здесь Я забыл Кого мы сейчас Смотрели RX8 Headhunter Play Украина Луганск Год 2037 Не помню Насколько Быстрее Чуть Видимо Так Доблджамп Запрыгивал Доблджампа Проходил С самой Длинной дорожкой Потихонечку Падал вниз Пропрыгивал В принципе Падиком нормально Не свалился Не упал вниз 2 3 4 5 Потихонечку Залез наверх Не свалился Все Посмотрим Зацепился Купал Здесь Не потерял Наверное Несколько Секунд 5 Здесь Не больше Немножко Меньше Конечно Ой Здесь Еще Потерял Чуть Не свалился С этой Палки Доблджамп Наверх Быстро Дергается Нешко Непривычно Так смотреть Ну да Ну да Но я уже Привык На самом Взалез Почти На самый Верх И По перекладине Пропрыгал И Финиш 203 Следующая Кианекс Плей 2033 Еще на 500 Миллисекунд Вроде Карта такая Большая Разница всего В полсекунды Да Ну да Это Самое Удивительное Что игроки Достаточно Близко А он Кстати Быстро Проходит 3 4 5 О Почти Высоко Прыгнул Ни с самого Низа Забирался Ой Пал Низ Ну Ничего Пропрыгал В принципе Нормально Здесь тоже Неплохо Это был Джамп Это были Прыжки Я не знаю Зачем Я попробовал Запрыгнуть Что-то Да Странный Жест Да Цирклами Нормально Залез Наверх Ой В самый низ Купал И здесь Он потерял Очень много Опять Заблудился В этом Как-то Один Единственный Поворот Вот Видишь Как Стреляйте Слишком Суровый Мужики Ноткнулся Четыре раза Наверное В эти Кубики Залез Как Наверх Фрейм Жампы Зачем Ты Юзал Если Это Сип Физика На Это Перекладине Мог Просто Заворачивать Наверное Мышкой Ладно Следующий Лунтик Плей 158 Он Сколько Народ Обошел Человек Да Лунтик Красавчик Выкудри Не очень Хороший Везет Но ЦП Я даже Не могу Удивлять Приятно Удивляю Три Четыре Пять И Там Три Кубика Было Внизу Получит У нее По Вазиком Пропрыгать Да Получилось Так А здесь Раз 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 Не Упал Ни Раза Потихонечку Залез Наверх Получилось Пропрыгать По всем По всем Балкам Переклазерам Вот Залез Тоже Не упал Вниз Потихонечку Залезает По падикам Чтобы Все-таки Не свалиться Очень Аккуратно Все Очень Пока Хорошо Мне кажется Многовато В тоннеле Потерял Хотя Не знаю Все Стеньки Пересчитал Почти Почти Не врезался Кубики Здесь Наверное Будет Потихоньку Заворачивать Чтобы Не свалиться Чуть Не упал И Финиш 158 Следующая Она говорит Player Player Play Не в курсе Кто Это 720 Тебе О чем Ты Говорит Нет Мало Чего Но Это Не знаю Мне Почему-то Я думаю Что это Кто-то Знакомый Но я Честно Залез В принципе Нормально Тоже Не падал На этих Перекладинах Хотя Степен Я не знаю Там Очень сложно Упасть Как у людей Получается Ну Точнее Это Благодарить Намного Проще Но Все Все равно Цикл Незавел По этим Падикам Долготнулся Здесь Красно Перекладину Вместо Чтобы Сбоку И Прыгнуть По имени Джампа Использовал Зачем-то В спин Физике Здесь Он Не Воткнулся Да Больше Ну По крайней мере Завязал Опять Старца Почему-то На Перекладину Красную Следующий Демка Спузник Play Россия 147,6 Еще на 10 секунд Быстрее Ну Ну а Спузник Тоже Очень Даже Красавчик Следующий Демки 13 Поставим Давай Мне кажется Уже Быстро Быстро Начинает Двигаться Пора Уже Можно закончить Один Либо Мы Закончим Чуть Чуть Позже Через Секунду Для Всех Секунду Смотри Сам Мешает Там Много Демок Еще 14 Сейчас Он дойдет До Конца Да Мы Наверное Сделаем Тогда Паузу И Чуть Позже Ну Спузник Он Играл Когда-то Давно Он Пару Раз Бывал На Стримах И В общем То Я Очень Рад Что Он Комбэк Пусть Продолжает Да Свои Свои Шествия Если Что Пусть Если Что Все Пишите Мне Я Помогу Если Какие Вопросы По Игре И Следующий Дем Карим И 146 4 Play На Минуту С Двести Быстрее На Секунду Двести Секунду Двести Минуту Двести Я думал Будет Так Собственно Не Пережил Так Долетел В принципе Нормально Да Тут Он Через Под Перепрыгнул В принципе Не так Как Остальные Не Свалился На Этих Столбиках Неплохо В принципе Ну да Не торопясь Так Выверено В принципе Максимально Быстро Как Может Главное Не падать Упал Разок Да Большая Насада Скорости Не хватило Немножко 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 Чуть Чуть не Упал Немножко Димон Остался В истории Чуть Дважды Он даже Не упал Где-то Да Наверное Следующая GameRock Беларусь Play Еще на секунду Ну Чуть меньше Чем на секунду Но быстрее 700 С правой стороны Решил проходить Интересно А нет Без оба Я же думал Что он Будет ловить По тому Мне кажется Многие Даже не знаю Про этот Ребят Если Вы знали Про этот Топ Он не такой Простой Там Я же Показывал То что Его Не так Просто Поймать Если Не Ну Вцепим Ты Его Больше Поймать Если Был Спрыжка Был Он Был 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 Легкий Ну Итуда Запрыгал Немножко Есть Ой Как Низко Надо Быть Чуть Посильнее Стрейфити И прыгать И прыгать Сперед А Низ Кнопкой Вперед По лабиринту Прыгает Ну Зато Он Не грезался Никуда Это же Тоже Плюс Он Если Кнопка Из себя Вперед Ящик Отмылся Еще раз В ящик Отмылся Ну Блин Вот Такой Вот Он Человек Ну Вот Что Ты Сделал Все Мы Разные Кто-то Втыкается Кто-то Не Втыкается Кнопкой Вперед Конечно Не Очень Невыгодно Поворачивать Но Зато Поворачивал И Лабиринт Чистенько Прошел И С Большим Отрывом 7 Секунд Торнер С С 386 Play Да 7 Секунд Это Много Но Но Недостаточно Много Какое Интересное Начало Прыжок Вначале Потерял Не Допрыгнул 3 4 И Перепрыгнул В яму И Решил Попадик Прыгать Там Вроде Просто В степен Допрыгивается Не Знаю Почему Не Нашел Эту Дорожку Что Ли С Дабл Джампами Проходил Интересно Как По Большому Радиусу Лишний Прыжок Или Два Делал Воткнулся В ящик Ну Торнер Мог Лучше Намного Лучше Дабл Джамп Все Проходил Да Тут Стрейфом Его Не Хватило Там Можно Было Спокойно Срезать Прыжок В Лабиринте Не Врезался Да В ящиках Врезался Как Миним Один Раз Два Раза Угу И Тут Еще Тоже У него Как-то Не Получилось Подниматься На Три Финиш 138 Следующий Хулиган 1357 Плей На Три Секунды Еще Быстрее Хулиган Перебил Торнера Хулиган Торнеру Надо Задуматься О том Что он Делается Свежим Мне кажется Ну Эта карта Такая Не очень Удобная Удачная Ну Это Конечно Не Каждый Станет Что-то Там Вдумывать Какой-то Рекорд Ну Пытаться Сделать Хорош Тайм Просто Пройдет Параз Более Чистик Этим Иссадил Впринципе Это Понятно Но Мы-то Вид Смотрим Эти Дэмки Это Ладно Сделать Ты В Процессе У Хулиган 530 Минут Серветая Подожди Вон Это Вонлайн Играет Ты Че Вонлайн Там Видишь Кроме Него Никто Не Прыгает Это Значит Что Значит Ну Что Как Что Кто-то Афк Стоял Очень Долго Нееет Нееет Че Почему Нет Потому Что Я знаю Хулигана Потому Что Кто-то Поиграл Эту Карту Там Зашли Чуваки Стали Афк Потом Он Зашел И Что Ты Взял Что Он Один Играет Может Там Афк 10 Человек Еще Нет Он Один Играет Все 500 530 Минут Он Один Играет Ну Что Я С ним Общался В Это Время Как То С ним Мог Общаться Если Она Играет Ну Я Общался С Ним По Этому Дискорду Ну В общем Неплохое Прохождение Чисто Кстати Чисто Прошел Да Это Большой Плюс Вольве Канада 1.33 Play На Две Секунды Побыстрее Таймы Все Плотные Ну Не Такие Большие Разрывы Хоть Много Очень Таймов На Такой Карте Длинный Сложный И Плотные И Плотные 3 4 И Не Не Решился Прыгать Перед Я Подумал Я Перепрыгать Будет Он Срезал Сколько Да Срезал Хорошо Он Кстати Играет Вот У него PlayerName Logitech М325 Я Говорил Не Говорил Не Помню Но Это А Говорил По-моему То Что Это Офисная Мышка Беспроводная Я Даже Показываю Я Иностранный Даже Показываю Типа Иностранный Обзор Четыре Показываю Четыре Показываю С этой Мышкой Может быть Мапить Удобно Мне кажется Любой другой Тоже Может быть Удобно Мапить Ну У меня Вот На работе Вау Он Не Заткнулся На Кубиках Круто Да И Скорости Много Было И Финиш Бет Но Бет Да Хотя Не так Быстро Как Могло Быть Мягкий Пузик Перебил На На Три Фрейма Три Подожди Сколько Три 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 Фрейма Ну Да Три Фрейма Плей Три Фрейма Очень близкий тайм Интересно Где же Где же мы Эти Три Фрейма Найдем А ты сможешь Увидеть их Прям Вот Где Ну Не знаю Нет Вряд ли Вот В теории Мог вот Здесь На Тех Падах Потому Что Он Веток Установился Но Прыгал На Один Подболь Дальше Да Но Он Остановился А пусть Просто Пропрыгал И Скорость Итого У него Было Больше А причем Скорость Рампады Попадам Один Один Диак Оголюши Прыжков Ой Сколько Он Здесь Прыжков Взял Здесь Еще Два Прыжка И Здесь Еще Воткнулся В Этот Что Пуст Четыре Там Намутил Что Где-то Ракета Лежит Привом Как Он Три Фрейм Отжил Но Лабиринт Немножко Похуже Вроде Может На Ящиках Побыстрее Но Он Где-то Явно Должен Пройти На Маг Быстрее Да Уволю Там Было Это Ящики Тоже Очень Крутые Три Четыре Пять И Финиш Я Не Доверяю Пузу Как Он Странно Прошел Не Нашел Эти Три Фрейма Абибас Россия Один Двадцать Семь Три Плей На Шесть Секунд Наверное Там Часть Прыжков Где Мякипус Прыгал По Около Ящиков Там Он Несколько Раз Воткнулся Возможно Это Как Раз И Могло Эти Шесть Секунд Срезать Ух Ты Два Три Ага Вау Как Интересно Очень Интересное Прохождение Так Кстати Намного Проще Проходить Скорость Больше Прыжки Дальше Яму Проще Перепрыгивать Хоть И чуть Меньше На Пару прыжков Получается Траектория Несколько Вот Забыл Жампу Сразу Наверх Прыжками Допрыгнул До Лесенки Залез Наверх В принципе Пока Все Хорошо Идет Чуть Чуть Зацепился Из уголок Но Вроде Ничего Страшного И ящики Ой Воскнулся В ящик К сожалению В целом Прошел Побыстрее Да У него Начало Быстрее Яма Препрыгивал Большую Сразу Скорость Сохранил Там Проходил Вот Это Варпак 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 Где он Уже Забрался Куда Бибас Беребал На Секунду Play 1 26 1 Забрес Наверх 3 4 5 Перепрыгнул Яма И Эту Срезу Сделал Которая Показывал Пока Все Круто Очень Быстро Дабл Жамп Проходит Немножко Останавливается После Немножко Страшно Здесь Надо Прыжка Больше Сделал Ну Пока Все Круто Даже Вот Эти Победы Пропадут Рим Что Тоже Там Хотел Немножко Попал На Лестнике Воткнулся В ящик Эх Скорость Маленькая На Маленькой Скорости Попрыгал Попрыгал Это Ну И Прыгай Дальше 1 2 3 Вот Он Не Срезал Смотри Помедленной Дорожки Проходил Начало Он Здесь Уже Небось Сейчас Сколько Он Здесь Потерял 6 Секунд Уже Потерял Ну По крайней Мере От Меня От Предыдущей Демки Наверное Я Не Посмотрел Сколько Никто Оп Не Сделал Вот Что Никому Мы Приз За Оригинальность Не Видимся Хотя Я Б Пока Оби Бас И Отдал Наверное Потому Что Он Оббегал Да Интересно Дорожка Была Но Если Оп Никто Не Сделал Оби Бас Твое Почетное Почетный Трофей Я Думаю Надо Знаешь Будет Запариться И Где-то Вот Как ты Как быстро Прошел Да Попекирующий Круто И Здесь Очень Тоже Хорошо Пропыли По Этим Балкам Финиш Дум Можно Будет Запариться И Заказать Там Из Металла Какой Типа Знаешь Статуэтку Приза Оригинальности И На Почту Высылать Кто Заслужил Посмотрим Подумаю Так Это Кто Сейчас Был Это Авенжер Да Теперь Подожди Авенжер Так Консоль Авенжер Окей Зор 23.0 Плей На 2 секунды 2.5 секунды Быстрее Прошел Посмотрим Посмотрим Немножко Потерял У Прыжка Или Прыжок 3.4.5 Переходил Яму Сделал Срезу Потерял Всего Секунду Здесь Тоже Быстро Пропрыгал Не Старкнулся Не Упал В принципе Нормально Поднимается Неплохо Так Старкнул Запрыгнул На Лесенку Залез Наверх Кубики Получился Первый Кубик Второй Кубик И Здесь Получилось Неплохо Пропрыгал И Но Все же Это Чуть Медленнее Чем Чем У Авенджера Было К сожалению Вот Да Ну 2 секунды Маскаль 1 18 Четвертое место Четвертое место Четвертое место Давай Че Предлагаешь Включить 1 Таймскил 1 1 18 8 Play Еще На Сколько 5 секунд Запрыгал В принципе Нормально Все Кубики Раз Два Три Четыре Через Яма Прилетел Срезу Получилось У него Сделать По кубикам Тоже Неплохо Пропрыгал Здесь Срезу Не стал Делать Здесь Хорошо Пролетел Скорость Чуть 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 На Кубик Не запрыгнул Здесь Сразу Кубик Приелся Сдавал Джамф Решил Проходить Четыре Не долетел Лишний прыжок Сделан На Лестнике Лабиринт Немножко Кривенько Чудесный Воллстрейф Зацепил Кубик Кубики Очень медленно У Эвенжера Пока самые быстрые кубики Были Финиш Достаточно Неплохо Я думал Чисто Очень даже Чисто Пикачу Красавчик Пикачу Что Есть Ну да Есть Пикачу Который Тоже Вонлайн Оставил Один И Один Секунд Быстрее Плей Я не Видел Демку Интересно Даже Может У него Есть Какая-то Оригинальная Дорожка Думаешь Дадим Ему Сейчас Посмотрим Хотя Вроде Стандартно Все Ну да Оп Не Добав Дабл 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 Получился Но Пол Прыжка Вроде Не Так Страшно Ладно Быстро Пропрыгнуть Кубики Зиг Зиг Заго Образные Сделал Срезу На прыжок Здесь Очень быстро Запрыгнул Здесь Тоже Все Классно Быстро Пока Все Зачет Среза И Пока Все Классно 3 4 Запрыгнул На верхней Лабиринт Почетче Чем Маскаля Здесь Не зацепил И Тоже Очень Быстрые Кубики Ох ты Какой Большой Яму Перебыгнул Финиш Да Но Он тоже В онлайне Но Он Не Загин Отделяю Его Буквально Полторы Секунды Ну Что ж Моя Демка 1 10 592 Play Топ 2 Поздравляем тебя Enter Ты Большой Большой Молодец Ты Сделал Самый Классный Тайм Как оказалось Он не такой Классный Оказался Ну Да Ну Ты Планировал Топ 1 Взять Я Надеялся 2 3 4 5 В принципе Сделал Срезку Сделал Дабл Жамп После Срезки Быстрый Пропрыгал Все Все Кубики Сделал Эту Большую Срезу Но Ну ладно Что? Ну Я В итоге Вот Это Вот Лабиринт Медленно Дорожаю В 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 Хейста перебил. Сколько там у вас разницы? В 400? Да. И на кубиках я пропрыгал. Ну, с даблжампу долетел наверх. Книж. И топ-1 Хейст Австралия. Плей. Подожди, подожди, подожди. Че? Ты сбил уже? Да. Ну, сейчас остановлю. Давай. Гдов? Да. Плей. Хейст Австралия. У него тоже быстрое начало. Он даже за даблжампу залезал, залетал. Прыгал нормально тоже яму. Такое же начало, в принципе. Разница всего в 3 фрейма. Здесь до сюда тоже зашел, даже чуть педа не меняю. Ну, он лабиринт наверно хорошо пошел. Потому что у тебя на лабиринте очень крупный косяк. Я уверен, что он на кубики даже похожа. Да, он там срезал и он очень неплохо завернул. Вот, плюс 600 от меня. И здесь, даже несмотря на то, что он останавливался и делал циркл, у него получилось быстрее. Ну, на... Так как он там 600 срезал, здесь он на 400. Ну что ж, поздравляем. Очень неплохо пройдено. Только из-за лабиринта мне получилось быстрее. Так, если бы он на лабиринте еще сделал с даблджампа залет наверх, у него было бы намного быстрее. Вот. Вот мы посмотрели демки. Давай еще раз в кутри глянем. Топ-1. Какие-то... Ну, просто... 0,5 там... Не-не-не, просто-просто разок, нет? Или в 0,1 сделано? Нет, просто... Не знаю, что думаешь. Таймскейл 1, просто разок пускай. Досмотрим, досмотрим, плей. Ну, давай. Такую же демку я уже забыл просто, как он там проходил. Ммм... Обычно смотрим демки в конце в таймскейл 0,5, но так как демка очень длинная, и мы будем полчаса ее просматривать. Ну, не полчаса. Ну, надо было в 0,3, типа. Зачем? Ну, не знаю, поиздеваться над собой. Садамазов. Очень классное начало. Запрыгнул на эти кубики. Кое-как, но все-таки запрыгнул. Фреймы джампы у него неплохие, с запрыгиванием куда нужно. Хоть и мышка немножко дергается, но это... Ну, это сенс такой большой. Или ты думаешь, что он читер? Нет. А что за пауза такая была? Ты думаешь, что тут читер? Нет, нет. Я обдумывал вообще... Сам посадил? Сам вопрос, что ты под этим подразумевал. Читерство? Да... Просто у него, не знаю, мышка хреновая, наверное. Ну, учти, что... Твоё читерство и его читерство это разные вещи. Моё круче, да? Твоё читернее. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот демки третьего раунда, которые можно скачать, посмотреть, прокомментировать, кому что-то нравится, там, не знаю, скачать карту. Ну, на данный момент, ну, на... Скажем, будем делать обзор на четвёртую карту, которая... Вот она, четвёртая карта, которая проходила, там, с одиннадцатой по четырнадцатую. И на неё как раз посмотрим тоже демки, посмотрим, что за карта. А пока, пока, наверное, всё. Ну да, комментируйте видео, лайкайте, там, пишите что-нибудь. Участвуйте в онлайн-капе, который, кстати говоря, будет в это воскресенье. Enter, тоже приходи, будет сликовый онлайн-кап. Посмотрим. А этот будет? Как он у нас суперслик, чувак? Анг? Да. Не знаю, я попробую его позвать, но не уверен, будет ли он. И брейкера попробую, и Анг тоже. Так что, будет жарко, я думаю, будет очень жарко. Хочу позвать в топовых сликах, да. Регистрация будет открыта 21-го числа, если что, когда смотрите. Если вы смотрите 23-го уже понедельник, то, сорян, вы не успели. Так что, всё. Ну, всё, вам спасибо за просмотр. Всем спасибо, всем пока. Да, всем спасибо, всем пока.